27 ноября в спортивном клубе Риэл Жим состоялся открытый кубок Риэл Жим по силовому экстриму и армлифтингу. Турнир прошел среди любителей в открытых категориях – мужчины и девушки. Мы с Александром, с представителем федерации созвонились. У него поступило предложение провести турнир по силовому экстриму у меня в зале. И как раз мы это дело все совместили. То есть приурочено, можно сказать, к открытию нового тренажерного зала. Упражнение силового экстрима. То есть это подъем трэп-грифа, роллинг-тандера – это такая толстая ручка, которая поднимается от пола. Жим гигантской гантели. И подъем Аполлон-акселя – это толстый гриф, который нужно взять на грудь и также поднять над головой. То есть вот это все суммируется и высчитывается. По коэффициенту поднятый вес, собственный вес учитывается спортсмена. Все это высчитывается и в абсолютный зачет. У нас люди приехали из Москвы, из Малаховки, также из Ярославля, из нашего города, естественно, тоже спортсмены. Скажем так, вид спорта у нас в районе не очень популярен. И вот мы решили таким образом его популяризировать. 13 мужчин и две девушки показывали свои силы в разных упражнениях. Роллинг-тендер, подъем акселя, тяга трип-грифа и подъем гигантской гантели. Перед началом классическая разминка и легкая тренировка. Сам занимаюсь штангой, тяжелой атлетикой. Ну, интересно просто проверить себя и посмотрим, как пойдет, так и будет в будущем. Я уже опытный в соревнованиях и я уже, наверное, в большей степени просто ради движения, ради какого-то интереса просто выступаю. Все, скажем так, форма сейчас не очень хорошая, немножко травмировался. Но, тем не менее, решил поддержать ребят, поддержать турнир, приехать выступить. В общем, не знаю, как получится, скажем так, буду стараться, а там как получится. Ребята хорошие, ответственные, пытаются развивать спорт, развивают спорт. Вот, я надеюсь, что турнир будет замечательный, хороший, такой, скажем, по-домашнему, домашний такой, да, знаете, такой, в хорошей атмосфере, обстановке. Вот, желаю всем спортсменам хорошо выступить и без травм, как говорится, чтобы все прошло на хорошем уровне. На мероприятии каждый желающий мог также попробовать себя в новом направлении спорта – масс-рестлинг. Это официальное единоборство, это бесконтактное единоборство, которое пришло к нам из Якутии. Само единоборство очень древнее, берет свои корни с очень давних времен, но в 2003 году масс-рестлинг признан национальным видом спорта России, а уже в 2017 году внесен в реестр официальных видов спорта России. По нему проводятся различные чемпионаты по федеральным округам, чемпионаты Кубки России, Европы, мира. Он очень сильно набирает популярность, популярен в Америке, популярен в европейских странах и стремительно набирает обороты. За силачами наблюдал глава Сергиева Посадского городского округа Михаил Токарев. Он воспользовался возможностью проверить свой уровень физической подготовки. После разминки стартовала основная часть турнира. Спортсмены собрались в центре зала и по очереди выходили на взятие веса. Дам принято пропускать вперед. Так и здесь первыми испытать себя в упражнениях пришлось представительницам прекрасного пола. Усилий много надо прилагать. Если кто-то хочет добиться каких-то результатов, это надо работать постоянно. Так что только работа над собой, над своей силой воли, ну и желание этим заниматься, я думаю, это главное. Достало время и мужчинам показать свои способности. На штангу добавляли все больше блинов. Ключевыми являлись вес спортсмена и тот вес, что он смог поднять. За счет этого высчитывались результаты победителей. По итогам соревнований первое место судьи отдали Руслану Сидорову. За ним в турнирной таблице расположились Андрей Сусиков, Сергей Маевский, Артем Мешков и Сергей Чикин. В женском зачете золото досталось Александре Алексеевой. Елена Гнучева взяла серебро. Андрей Ковылов, Сергей Власов. День города.